на здрасте всем друзья привет уленьки мы продолжаем играть в двадцать вторую ферму значится что у нас происходит я друзья откатил сейф прошлый раз мы попытались выполнить контракт и ничего хорошего из этого не вышло поэтому я решил откатиться короче да потому что были потрачены деньги на найме то ненужные дамы там солома вроде наворовали но это такое сейчас у меня идет культивация чизелем вот на этом вот поле он тут ходит и все чизелит на самом деле я вроде как почитал справку но все равно нихрена не могу разобраться значит осмотрите у нас сороковое поле был чисто собран урожай и я после этого прошелся чизелем и она теперь стала культивации жневье сорок первое поле было закультивировано и я сверху прошелся чизелем вот сейчас иду и она стала рассадница как это работает в общем то я так и не понял почитав справку там в принципе не написано что надо там культивировать каким-то специальным культиватором текстурки опять-таки везде разные почвы вот одно дело у нас тут вот рассадница выглядит вот так типа вот обычным культиватором и чизелем сверху здесь просто культивация вон какие-то не знаю ростки остаются как это работает хрен его знает ну и поле которые тут какой-то же не view есть есть еще каток специально которым можно вот это вот примять для повышения урожайности плюс мульчер есть тоже в общем то очень много обработок почвы надо делать и мы этого делать сейчас скорее всего не будем потому что нас тупо нет денег на эту технику единственное друзья как вы видите есть дохренища камней их нужно поубирать и поэтому давайте в общем то с этого мы и начнем для этого надо вообще что нам надо купить еще во первых камне уборщик твою мать он стоит 25 тысяч друзья мы его возьмем в аренду за тысячу сейчас на один сезон на один урожай хватит это раз далее мульчеры мульчер не так дорого стоит в принципе можно вот трехметровый взять и посмотреть что это даст девять с половиной тысяч он стоит тоже его берем далее катки есть еще можно повысить качество верхнего слоя почвы на полях но ты падла стоит прям дорого это покупать у меня особо желание нет хотя с другой стороны можно тоже арендовать правда трактор на 160 лошадок нужен какой у нас вообще самый мощный трактор 190 лошадок и 170 принципе наши трактора то справится есть еще маленький на 135 принципе да с катками все справится это это понятно что мы купили сейлка нас есть еще бы что-нибудь что может добрять нашу почву и разбрасывать известь везде еще и известь нужно и это у нас вот такие вот штуки разбрасыватели удобрений 45000 стоит но вот блин вообще жалко денег на извести разбрасывал ком на самом деле хотя известь дает 15 процентов к урожаю добрение по 23 мульчер на жневе 5 процентов всего это понимаю каток мульчер это все синонимы я друзья простите не разобрался до сих пор у справку почитал но там столько всякого написано что мне непонятно много было комментариев что я не шарю в сельском хозяйстве но мне насрать на самом деле я и и я дикий городской человек а игрушка прикольная нам не нравится из-за того что вы в деревне выросли вы такие умные не значит что вы лучше чем я вот ладно не будем о грустном нам нужно взять какой-нибудь трактор пойти попытаться что-нибудь сделать пример вальтру погнали заберем новую приблуду и попытаемся что-нибудь с ней поиграться как-нибудь да короче друзья вот такая вот хреновина это отборщик камней вот они здесь видны нас а хотя на самом деле на такой текстуре видно прям не очень я бы сказал что хорошо ну ладно давайте в общем то эту штуку развернем опустим и включим во и она вот так вот начинает работать подбирать камни я так понимаю с нами там эта штука работать не будет хотя хрен его знает можно попробовать или нет камни ты не везде разбросаны они смотрите камни убираем и текстурка меняется и она как будто культивирована да вместе весело разбираемся да она становится культивирована это мне кажется что если чизелем сверху еще раз пройтись второй раз она станет вот таким а мы сейчас попробуем давайте тогда лина в теории может быть он тогда и с нами там будет работать а давайте попробуем его выставить это есть у меня подозрение что хрен там плавал ручками мне вот это вот прям не сильно хочется если честно не на мед пошел все нормально тут просто вот это вот смещение нож может как-нибудь кирова работать выше же с нами нами не первый день то знакомы и не первую ферму ну ладно посмотрим часу как он развернется здесь не развернется все ли у него будет нормально вот плохо нельзя посмотреть сколько ему осталось работать вот это мне не нравится завезите пожалуйста курсплей он 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 давай разворачивайся нормально наверное даже и развернется будет неплохо если он будет знать про смещение а есть намек что он знает смотрите-ка к да денег на наметов у нас уйдет прям до хренища ну давай да пошел второй ряд камешки собирает прикольно так вот да я уже извинялся что есть такой косяк я сейчас разбираюсь прям азах игры вместе с вами походу поэтому не стесняйся писать комментарии и что делаю неправильно мне это поможет вас там еще одна приблуда кстати осталось давайте возьмем еще один трактор вот этот привезем ту приблуду посмотрим как это работает так это у нас мульчер он включается ух ты ж какая хреновина то что ты делаешь непонятно что он делает что-то тоже какой-то рыхлитель видимо ладно это я потом загуглю почитаю эта штука у нас опускается и что у нас становится с почвой ничего да никаких изменений работник перестал работать не найдено поле он его не видит может быть с учетом того что я прошелся и культиватором и вот этой вот камни собиралкой она тут типа уже замульчирована потому что мульчер вроде как должен типа вот эти камни вдалбливать или что-то такое нет тоже поле не найдено давайте вот не культивированное поле посмотрим вот его он увидел и пошел он боже что он делает видимо надо было перед культивации этой штукой проходится да он просто убирает поле он убирает поле смысле здесь вообще никакой ничего нету не культивации ясно понятно эту штуку мы брали в аренду нет мы ее купили честно не знаю нужно нам сейчас или нет есть у меня подозрение что не нужно пока может быть обойдемся без нее тут на самом деле просто еще дохрена денег уходит на нами то чтобы это все сделать а ручками я это делать но вы же знаете я ленивая какашка я этого делать не буду поэтому наверное мы вот эту процедуру на 1000 дешевле мы его продаем за то что он работал прям совсем чуть-чуть в общем то такая вот история ладно давайте пока заглушим 100 здесь мало ли чё прикупим а мы возвращаемся к нашему учителю и как я уже говорил давайте попробуем пустить его второй раз здесь и прямо интересно что будет хотя я щит не удивлюсь ли он опять ко мне начнет поднимать ну давай друг покажи что ты умеешь да смотрите она получается теперь вот это вот рассадница нет и рассадница рассадница все правильно и он опять поднимает ко мне вот на хрена я их собирал тогда по второму кругу что ли надо будет выпускать я этого делать не буду и мне еще знаете что интересно если мы сейчас вот эту закультивированную поверхность второй раз пройдем и найдено поле все понятно это так не работает короче ставим на культивацию от этого поля и все которые мы выбирали позапрошной серии его культивируй мы вроде как тоже как это работает здесь тоже получается культивация жневья после этого надо будет собирать камни да ну прямо скажем непонятно и такое себе сколько ты кстати камней уже насобирал 20 процентов ты забился то есть их надо будет куда-то выгружать а куда их выгружать я в модах уже видел специальный бункер для хранения камней при культивации спашки полей всегда можно выкопать камень если техника инструмент проедут по камню они могут повредиться маленькие камни можно убрать катком а большие нужно поднимать я так понимаю типа мы сейчас и большие маленькие все поднимаем собирайте камни в поле камни уборочной машины что мы собственно и делаем а блин по-хорошему бы известь удобрения внести крайней мере нуждается во вспашки мы убираем от удобрения ничего и известь тоже жалко денег на посыпалку извести удобрял кучу можно самую дешевенькую конечно прикупить откровенно жалко денег еще неплохо было бы конечно взять прицеп с винтовым конвейером но это для того чтобы автоматизировать уборку хотя у нас здесь на самом деле все поля около бункера поэтому можно не брать здесь он прям смотреть какой здоровенный это прям наш размерчик 211 кубов а прям вообще наш размер но подло стоит денег ладно к этому мы еще вернемся в общем-то с полями вроде как разобрались понятное дело тут надо будет тут поубирать камни он сейчас это поделает все здесь у нас культивация камни 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 везде камни короче я убираю камни и потом ладно не вне потом давайте с вами придумаем что мы будем делать дальше и обратимся мы к сезонам сейчас у нас время для посадки канолы и в принципе есть у меня наверное желание посадить все канолы или соевыми бобами знаете на старте как-то так вот привычно делать если прям деньги нужны плюс там не надо будет соломой возиться у меня радует канала 1200 1600 даже ценник есть бобы 1800 и это сейчас скажем так не самая высокая цена в июле самая высокая цена убирать мы их будем а убирать мы их будем получается в октябре только посадка весной а потом ждать самого высокой цены еще один сезон да ладно тогда посадка у нас остается на весной сейчас пускают она убирается я перемотаю время потом пойду спать будем очень очень долго спать хотя можно кстати уже начинать это делать знаете друзья я тут прикинул у нас следующий урожай будет без соломы то есть убирать ее нам не надо будет наверное не имело смысла покупать эту хреновину за 40 тысяч сейчас а продаем ее за 14 всего они тогда мы ее не продаем не хочу тогда пускай она уже остается как-то прям не круто это получилось хотя кстати эти и починим а это трактор трактор чинить пока не надо давать его отгоним починить 809 стоит простая математика кнопочка починить 809 евро мы ее нажимаем и починить транспортное средство 736 кому числу верить видимо то которое было получено достижение сама отвалилась прикольно если мы его еще можем кстати перекрасить за 7000 кто-то здесь ценники какие-то прям неправильно и вот вам и релиз ну ладно значит эту штуку мы тогда не продаем мы ее отгоним ладно там не выехать час припаркуемся тогда пока что вот тут а есть у нас еще одна друзья штука это вот такая вот машинка которая нам далась на старте и как по мне машины легковые это один из самых бесполезных транспортов в этой игре я им никогда не пользовался и пару раз только для съемок для каких-то кадров поэтому машину мы тоже продаем 40 тысяч она стоит и у нас на балансе 89 это уже приятненько значится камень и подборщик у нас закончил работу на одном поле 50 процентов он насобирался это прям немало также мы начали еще культивацию зачем-то попробовать поэтому вот эти вот камешки что он здесь поднял тоже наверное надо убрать тут а я с текстурами почвы вообще не могу разобраться что здесь получается и что наш что мы должны получить это вот культивирована не культивирована но все какое-то разное там пара камешков осталось как бы и хрен с ними чё страшного вроде собрали и сейчас мы этого парня ставим на соседнее поле да пускай он там все это дело убирает такс пошел отлично блин падла долго за и работаешь также друзья я таки решил сеять каналу не знаю почему но вот мне так захотелось поэтому сеялку мы сейчас тоже запускаем на всех полях посею каналу прямо сейчас закончим с полевыми работами и мотнем время до уборки я надеюсь что у нас здесь очень что называется подготовлена по крайней мере на имид пошел работать это уже хорошо и что-то здесь сеется растет кстати стадии роста я так понимаю стало прям очень дохрена может быть даже и анимировано все уточнение анимировано текстурки есть будет прикольно посмотрим по крайней мере на канал q посмотрим да сейчас погнали в магаз друзья раз у нас есть дохрена денег я думаю что надо купить удобрялку но как дохрена денег и так уж у нас их дохрена 45000 можем отжалеть для того чтобы купить удобрял куда а еще конечно же надо купить немножко извести а папа папа 450 евро за два куба если в таких поддонах то в таких поддонах ничего нету рядовое жидкое удобрение понятно много чего интересного намного чего непонятно и ральный корм это для корова кстати силосная добавка тут много всего с чем я еще не разобрался короче надо купить в таких вот девять штук а можно выбрать количество 4 натупил 6 я 10 купил я молодец отказать то что можно выбрать количество это хорошо лишь надеюсь можно будет по старинке загрузиться без погрузчика да можно хорошо тогда загружаемся они по 2 куба на хрена и так много за накупил ладно извести всегда много уходит поэтому не пропадет да такие решил я посыпать известью поля потому что 15 процентов урожай это много известь не так дорого стоит в любом случае рано или поздно это хреновина нам понадобится поэтому поэтому в общем-то да запускаемые работать наверное надо было надо было чуть взять пошире там можно было поставить за пару тысяч еще чтоб она была 18-метровой я чё-то как-то решил что она того не стоит вот короче он погнал работать он это все дело сейчас посыпет и потом мы здесь собес пособираем камни короче тут без разницы в какой последовательности сделать можно даже после посеянного также друзья надо купить немножко наверное поддонов с удобрениями удобрения не так будут много использоваться я думаю 6 штук в принципе можно купить к и будут и у нас 27 тысяч остается вот это капец это еще возможно нам кстати семян не хватит надо будет семена докупать хотя каналы не очень много уходит ну ладно если что докупим ну и значит смотрите что у нас происходит все поля я за кадром друзья приведу в порядок то есть до собираю все камни не знаю куда-нибудь высыплю их на дорогу или может быть даже съезжу продам хотя то что тут же должны быть камни где-то я слышал что их можно продать до камни продаются у продукта нет колебаний действующие цены на мусородробилки по 60 понятно солома даже стоит не солома кстати дешевле стоит ну типа вот один такой прицеп продать это 150 180 будет евро и она того не стоит хотя ладно потом посмотрим может быть куда-нибудь они пойдут здесь у нас все сеется все нормально а в общем то друзья я вот этим тем позанимаюсь если у меня будет свободное время я может быть еще проверю под ищу выгодно ли на своей удобрялке делать контракты на удобрение потому что их в принципе много и они будут постоянно появляться кстати да еще смогу сорняки вылезти черт ладно если что я с ними как-нибудь справлюсь вот в общем то такая вот серия получилось если кто знает вот прям точную цепочку максимального урожая то есть собрал урожай прошелся таким-то культиватором камни такими так ко мне сборщиками мульчера вот вот точный скажем так алгоритм напишите в комментах пожалуйста буду признателен вот на этом в общем то все спонсорам огромное спасибо за поддержку всем спасибо за просмотр с вами был никита делу и всем пока кем